Шестеро дагестанских борцов выиграли золотые медали международного турнира в Хасавюрте. Одиннадцатый континентальный кубок по традиции проходил во дворце спорта имени Гамида Гамидова и был посвящен памяти прославленных борцов 19-го и 20-х столетий. Итоги соревнований подвел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Классика жанра. Финал Хасавюрт против Махачкалы. Категория до 74 килограммов, одна из самых конкурентных по составу Магомед Хизреев и Магомад Дебиргаджиев накануне пробились сквозь жесткое сито турнира сетки. Решающая встреча столичный вольник с первых минут завладел инициативой и солидным преимуществом 6-0. Хозяина ковра такое начало не смутило. Во втором периоде он поймал соперника на ошибки. Этот эпизод в итоге и предрешил исход поединка. Магомед Хизреев выигрывает второй турнир за эти семь дней. Золото Хизреева стало третьим для Хасавюрта в стартовый день турнира. До этого Абубакар Муталиев в упорной борьбе взял верх над земляком Хасан Хусейном Бадрудиновым. А Рамазан Ферзалиев к радости местной публике разгромил американца Эвана Хендерсона. Более 200 борцов из 11 стран. Из зарубежных команд особое внимание зрителей и специалистов приковано к сборной США. По словам тренера Эрика Герреро, команда приезжает в Хасавюрт набираться опыта и техники. В этом году после трехлетнего перерыва американцы привезли условно вторых и третьих номеров. Ни для кого не секрет, что Дагестан выпускает борцов высокого класса. У этих ребят всегда есть чему научиться. Что касается турнира, то здесь, как обычно, все на хорошем уровне. Это и уровень организации, и в целом обстановка. Проживание и питание – все в шаговой доступности, что является одним из главных преимуществ. Континентальный кубок проводят уже 11-й год. Он пришел на смену мемориалу Шамиля Омаханова. У турнира богатая история. Для многих именитых борцов эти соревнования в свое время послужили хорошим трамплином в большой спорт. Все олимпийские чемпионы, и Таймазу трехкратные, и Сайд-Пиев, все прошли через эти турниры. И они становились, вот здесь набирали опыт, технику борьбы. И вот становились чемпионом мира, Европы, по юношам, по молодежи. Вот так они шли, пояснили. А эти молодые, они должны уже наказать свой результат. И даем возможность проявить себя, показать, с иностранцами бороться и набирать опыт. В дальнейшем, чтобы они тоже были такие же выдающие спортсмены. В 98-м еще я себя помню мальчишкой на этом турнире. Можно сказать, подходил к Аджимураду Магомеду, олимпийскому чемпиону, Мураду Маханову и другим иностранным борцам. Фотографировался у меня до сих пор, эти фотографии есть. И это на самом деле очень... Эти дети сегодня, которые здесь заходят, для них тоже это большой праздник. Большой спортивный праздник, и на этом растут. Пожалуй, главной неожиданностью первого дня стало поражение в финале Арсенали Мусалалиева. Махачкалинец был фаворитом схватки с Азаматом Даулетбековым. Судьба золота решалась в конце встречи, где борцу из Казахстана удалось провести контратаку. Второй раз участвую. Хотел бы поблагодарить всех организаторов. Очень понравилось здесь бороться. Атмосфера хорошая, соперники хорошие. В финале боролся с опытным борцом Мусалалиевым. Ну, по воле Сеучнева удалось мне выиграть эту схватку. Еще одно золото первого дня отправилось в Махачкалу. В полутяжелом весе не было равных Расулу Магомедову. В заключительный день конкуренцию хозяевам ковра навязали спортсмены из Алании. У них оказалось три чемпиона. Но первые места юниоров из Хасавюрта Ибрагима Абдурахманова и Азнаура Таваева все же укрепили позиции дагестанской команды в общем зачете. Победители Кубка получили денежные премии в размере 150 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Хасавюрт.